А вы знали, что 15-20 минут прыжков на скакалке приравнивается к часовой пробежке? А если мы прыгаем через скакалку регулярно, то конечно же мы становимся и стройнее, и спортивнее, и выносливее, и даже веселее. Особенно если знать, как правильно это делать. И действительно, скакалка это очень простой и доступный инструмент. Его может позволить абсолютно любой человек, и заниматься мы с ней можем тоже где угодно, хоть у себя дома. А что будет, если прыгать через скакалку каждый день? Какие изменения произойдут? Конечно же, изменения будут потрясающие. В этом ролике мы подробно разберем, что творит скакалка, и что она даст нашему организму, если заниматься с ней регулярно. Так что досматривайте ролик до конца, будет очень интересно и полезно. Итак, погнали! Кстати, друзья, обязательно подпишитесь на мой канал, и на колокольчик тоже нажмите, не пропускайте моих новинок. Итак, конечно же, скакалка это более интенсивный вид активности, чем бег трусцой. Сжигается калорий тоже на порядок больше. Поэтому на скакалке нет необходимости прыгать, например, час. Вполне достаточно 15-20, либо максимум 30 минут. На самом деле, если вы будете делать хотя бы 5 минут, но каждый день, это уже будет неплохо, это уже кое-что. Первый эффект, который вы почувствуете от скакалки, это, конечно же, выносливость. И если в самом начале 50 прыжков вам давались тяжело, и вам уже через 2 минуты хотелось отдохнуть, то всего лишь через пару недель занятий для вас может быть открытие, что уже и тысяча прыжков через скакалку не такая уж и проблема. А некоторые люди через месяц уже спокойно прыгают по 3-5 тысяч прыжков за одну сессию. Я, конечно же, не призываю вас форсировать, всему свое время. И если вы до этого не занимались спортом, то, конечно же, с места в карьер бросаться не нужно. Но при грамотном постоянном подходе скакалка для выносливости это, конечно, то, что нужно. Следующий эффект, это, безусловно, снижение веса. Как мы с вами уже знаем, расход по калориям у скакалки выше, чем у бега. Поэтому ничего удивительного, что если через месяц прыжков на скакалке, вы сбросите 2-3 килограмма лишнего веса. А также хорошо уменьшите и объем талии на несколько сантиметров. Идем дальше. Следующий пункт, это мускулатура. И надо сказать, что скакалка просто потрясающе развивает наши икроножные мышцы. Наверное, никакой другой вид спорта не дает такого эффекта на икры, как скакалка. И икроножные мышцы, конечно же, очень здорово подчеркивают мускулистость и эстетику наших ног. Причем это актуально и для женщин, и для мужчин. Но не только икры работают. Конечно же, работают и бедра, и ягодицы. Так что в целом мы очень здорово подтянем наши ноги. Но помимо этого участвует и большое количество мышц стабилизаторов. Та же самая прямая мышца живота, да, знаменитый пресс. Она работает во время прыжков на скакалке как стабилизатор для удержания нашего корпуса в вертикальном положении. Также работают и руки, чтобы удерживать саму скакалку. То есть работают мышцы предплечья, плеча и дельтовидные. Ну и мышцы спины тоже, конечно же, всю эту конструкцию прекрасно стабилизируют и работают. В общем, идеальный вариант. И жир сбросим, и мышцы подтянем. Следующий момент это сердечно-сосудистая система. Конечно же, как и любая физическая активность, скакалка будет оздоравливать нашу сердечно-сосудистую систему. Но тут есть одно но. Вернее, даже два. Все дело в том, что я как-то об этом рассказывал в прошлых роликах, но тут об этом скажу еще раз, потому что это важно. Если мы занимаемся спортом с целью оздоровить наше сердце и сосуды, то не рекомендуется уходить на длительное время в анаэробный порог. Что это такое? У всех он индивидуальный, но есть такая усредненная общая формула. Это 220 минус наш возраст и умножить на 0.8. Это примерная частота пульса, при которой мы выходим в так называемый анаэробный порог. Конечно же, это очень примерная формула. Чтобы определить точно, когда мы уходим в анаэробный порог, существует более сложный тест системы, когда мы подключаем маску, которая захватывает наш кислород и анализирует. Но я думаю, такими вещами никто заморачиваться не станет. Поэтому можно ориентироваться либо на пульс, то есть грубо говоря, чтобы он не был выше, чем 150, и на личные ощущения. То есть примерно, когда мы уже не в состоянии нормально слаженно говорить, а вот так вот задыхаемся, потому что дыхание работает очень активно, это тоже признак того, что мы ушли в анаэробный порог. Так вот, к чему я это все? Так как скакалка это более интенсивное упражнение, нежели чем бег, то и уйти в анаэробный порог, то есть задрать пульс до высот, тоже гораздо проще. Поэтому следите, чтобы ваш пульс не поднимался на 150 и выше дольше, чем на 2-3 минуты. Вот подняли до 150, сбавляйте обороты, чтобы снизить пульс. Это так называемая тактика рваного бега, либо интервальные тренировки, как еще говорят. Для сердца оптимальнее всего не находиться длительное время в анаэробном режиме. И еще один нюанс, тоже связанный со скакалкой. Ведь существуют разные техники прыжков. Можно прыгать стандартно, одновременно двумя ногами, а можно прыгать как будто бежим на месте, то есть перебираем ноги. Так вот, для сердца гораздо полезнее, если мы будем перебирать поочередно ноги, то есть словно бежим на месте. Потому что если мы прыгаем четко на носках, одновременно на обеих ногах подпрыгиваем, то создается нехорошее механическое воздействие для сердца, которое для него не очень полезно. Так что это стоит учитывать. Следующий пункт это улучшение координации. Надо сказать, что не случайно боксеры регулярно прыгают на скакалке. Потому что для боксера координация это просто ключ к его успеху на ринге. Как еще говорят тренеры по боксу, боксер побеждает не руками, боксер побеждает ногами. Потому что боец должен эффективно передвигаться по рингу, хорошо ориентироваться в пространстве и обладать потрясающей реакцией и координацией. И именно поэтому-то скакалка отличный прием. Еще, если вы обращали внимание, боксеры очень часто переминаются с ноги на ногу. То есть они не стоят как истуканы ровно. Ну, некоторые, конечно, и стоят. Но, как правило, у них ноги подвижные. Как будто бы прыгают на скакалке. И это тоже очень важный технический момент. Потому что такое состояние помогает поддерживать наши и мышцы, и нервную систему в тонусе. То есть гораздо проще будет совершить рывок. Резко отпрыгнуть, либо наоборот резко совершить атаку. Так вот к чему я это все. Именно скакалка, именно это движение, когда мы на кончиках стоп прыгаем, будет улучшать нашу координацию. И это очень здорово пригодится нам во многих видах спорта. Ну хорошо, а есть ли какие-то противопоказания? Да, они действительно есть. Так, скакалка не рекомендуется людям с заболеваниями позвоночника. Также людям с варикозным расширением вен на ногах. Конечно, скакалка будет хорошей профилактикой этих вещей. Но именно профилактикой, когда мы еще здоровы. Но если эти проблемы уже есть, то скакалка их не лечит, а может даже усугубить. Конечно же, скакалка не подходит беременным женщинам. Тут, я думаю, все понятно. И отдельно стоит сказать про людей с лишним весом. Вот если у вас просто там 2-3-4-5 килограммов лишних, то это не противопоказание. Но если действительно значительно лишний вес, то скакалка не ваш выбор. Людям с большим лишним весом даже и бегать тоже-то по сути нельзя. Потому что происходит слишком большая нагрузка на голеностоп, на колено и на тазобедренный сустав. То же самое и с скакалкой. Суставы могут заболеть, если у вас сильно лишний вес. Особенно, если вы до этого никаким спортом не занимались. Ну а в общем и целом, скакалка это, конечно же, очень простой, доступный снаряд, который поможет нам быть здоровыми, подтянутыми и всегда бодрыми. Кстати, друзья, а вы прыгаете через скакалку? Быть может у вас есть даже какой-то рекорд? Либо никогда не прыгали и даже не умеете это делать? Расскажите в комментариях, будет интересно. А сейчас я вам очень рекомендую посмотреть мое другое видео, где я рассказываю о том, что будет с вашим телом, если подтягиваться каждый день. И какие изменения произойдут с вами. Ссылочка на ролик у вас только что появилась на экране, а также ссылку я оставил в описании и в верхнем комментарии ее закрепил. Непременно посмотрите, там очень интересно. А если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами на том самом ролике про подтягивания. До встречи.